Какие-то пиджаки запретили покупать игры, и теперь ты отстаёшь от новинок. Но это GG, пацаны. IGMGG, где скидки длятся целый год и достигают 90%. Где оплачивать можно как угодно, мгновенно получая ключ. А недоступные в России игры активировать на родном аккаунте. Сказка, скажете вы. IGMGG, отвечу вам я. Залетайте по ссылке, народ. Мир игр только вас и ждёт. Оу! Моё почтение. Чёрт побери, если вам кто-нибудь скажет, что есть актёры, которые лучше справятся с ролями таких полярных, но одновременно таких похожих героев, то не верьте. Львиная доля шарма отношений Дэдпула и Росомахи строится на харизме исполнителей этих иконических партий – Райане Рейнольдсе и Хью Джекмане. Конечно, ещё тогда, когда взаимоотношения этих двоих находились в начальной стадии, конфликт комиксовых героев разгорался вовсю. И то ли от ребята переняли характерные черты общения их персонажей, то ли наоборот, но в итоге всё пришло к одному – инь и янь, одно целое из двух разностей, которые жить друг без друга не могут. Подколы, жёсткие шутки несерьёзные или серьёзные угрозы и прочее тому подобное – вот всё то, что сопровождает взаимодействие как актёров, так и образов, которые они играют. Однако мы сегодня сконцентрируемся на выдуманных персоналиях – Дэдпул и Росомаха. Что делать, когда вы ненавидите друг друга, но одновременно с этим роднее для вас и человека нет? Как так в целом вышло, что два хрена в латксных костюмах, придуманные в совершенно разной эпохе комиксов Marvel, имевшие для этих самых комиксов разное значение, сегодня равнозначны в глазах обычного зрителя? Это реально интересная история противостояния и непонятной любви, которую вам расскажут сценарист Иван Косолапов, диктор Антон Киреев и монтажёр Талай Мурадилов. Вы на канале IGM. Подписываемся, проверяем колокольчик, приносим чаёк и идём дальше. К истории. Да в жопу, Росомаху! Рассказ стоит начать с логана, он же Росомаха. Этот неотёсанный мужик с коптюрами из рук появился на свет ровно 50 лет назад, на последних страницах 180-го выпуска The Incredible Hulk. Сперва его показали мельком, как бы за тизери в битву, а уже в следующем выпуске ввели полноценно. Там он дрался с Халком и Виндига, демонстрируя свои уникальные способности и мощную харизму, который запомнился читателям. Поняв, что персонаж залетел публике, его решили эксплуатировать дальше. Уже в 1975 году Росомаха стал постоянным членом команды Люди Икс. Произошло это в комиксе Giant Size X-Men под номером 1. Единиц как бы намекает, что серия была только в самом начале, и… это правда. Прикол её в том, что именно через Люди Икс Марвелы хотели выразить своё отношение к наковости. В 80-х проблема расизма стояла особенно остро в американском обществе, поэтому сказать юному читателю, что «не такой, как все, не значит ненормальный» было особенно важно. Издательство с этим справилось. Мутанты, среди которых и находился Росомаха, начали быстро набирать популярность. Логан же её набирал быстрее прочих. Незговорчивый, бессмертный, поступающий так, как ему удобно, это был антигерой ещё до того момента, как сам термин «антигерой» вошёл в обиход. Ничего удивительного, что он же в исполнении Хью Джекмана, по сути, стал главным лицом первого фильма во франшизе «Иксмен», который вышел в 2000 году. Ох, помню, как я фанател от этого кинчика. Ровно тогда же свою славу потихоньку начал завоёвывать болтливый наёмник в красном трико Дэдпул. В свою очередь Уэйд Уилсон, а именно так зовут героя впервые, появился в комикс-вселенной Марвел лишь в 98-м выпуске «The New Mutants» от 1991 года. И вот тут принципиально важный момент. Середина 70-х и начало 90-х – разные эпохи для американского, да и мирового общества. Проблемы, которые были актуальны для первого состава Людей Икс, уже были не такими актуальными для новых Людей Икс, а следовательно и Дэдпула. Для сравнения, между 74-м и 91-м годом прошло 17 лет. Столько же, сколько между нами и 2007-м годом, который никто никогда уже не вернёт. Понимаете, насколько разные то были эпохи. Речи о знакомстве с инородным уже не было, была речь о принятии своей инородности. Необузданный нрав, дурной характер, слова охотливости, похабные шутки Уэйда скрывали за собой множество психологических травм, с которыми герой пытался, да и пытается справиться. Болтливый наёмник скорее о том, каково человеку быть с самим собой, особенно когда он ощущает себя другим. Шутка ли, Дэдпул тот самый перс, который свободно ломает четвёртую стену и общается с читателями, показывая, что он прекрасно знает, где находится. Логан был и остаётся немного о другом. И хоть встретились эти герои впервые в 91-м, прям хорошенько помять друг другу бока им дали немного позже. В Вулверин номер 88 1994 года. Там герои ищут некое оружие Икс, и в той битве за этот непонятный Макгаффин Уэйд одерживает вверх. Наш друг с бакенбардами был раздосадован этим фактом, к тому же очень сильно удивлялся тому, насколько хороша регенерация у неизвестного соперника. В последующие годы, где бы эта парочка не пересекалась, молчаливый, бруталый, болтливый наёмник со всей серьёзностью старались уничтожить один другого. В своеобразной кульминации это стремление достигает в 99-м, когда, желая сразиться с Росомахой, медленно шизующий Дэдпул чуть не убивает Китти Прайд. Это молодая девушка-мутант, которую Логан чуть ли не своей ученицей считает. Так что нет ничего удивительного в том, как супергерой в жёлтом костюме отреагировал. Завязалась драка, которая могла бы перерасти вновь в долгосрочный конфликт. Но где-то там же парочка ввязалась в дела совета оборотней, и... Всё. Теперь они вынуждены работать вместе против общего врага. Комикс же называется так. «Вулверин Аннуал» или «Аннуал», хуй его знает, от 1999 года. Где-то, к тому же времени, вскрылись и подробности прошлого наёмника в красном трико. Дэдпул был частью программы «Оружие Икс». Да-да, это не просто некий персонаж, но и целая программа. В её рамках на основе ДНК Логана создавали суперсолдат. Ага, чувствуете? Прямая преемственность. Она, мне кажется, ещё более интересна, если вспомнить, что Росомаха был антигероем тогда, когда этого понятия толком и не было. Зато Дэдпул стал антигероем на заре формирования этого тезиса, тем самым закрепив его в дискурсе. Вот ещё одна преемственность. И эти два антигероя, старая и новая философия, не смогли одолеть друг друга в том далёком 94-м. Мне кажется, сценаристы комиксов уже в тот момент понимали, что за этой парочкой стоит большое будущее. И прежде чем мы в него окунёмся, позвольте рассказать вам о Сталкрафт Икс. Да, у нас много сегодня про Икс. Короче, это очень захватывающий проект. Крупный, крутой ММО-шутер от первого лица в открытом мире Чернобыльской зоны отчуждения, где каждый ваш выбор имеет значение. Разработчики потратили больше 10 лет на создание уникального живого мира ЧЗО. Погружение в игру происходит через кинематографическую нелинейную сюжетную линию, создавая ощущение прохождения одиночной игры. Хотя, я напомню, игра многопользовательская. В ней вы можете заниматься охотой за артефактами, исследованием территорий, торговлей, бандитизмом, участвовать в войнах, группировок и других ПВП и ПВЕ-активностях. Вы также можете обустроить свою базу для отдыха и подготовки к новым вылазкам, кастомизируя её с помощью декоративных объектов. С последним обновлением вовсе завезли сюжетную линию, новую фракцию, улучшенный ИИ и систему спавна-лута. Теперь взаимодействие с NPC вышло на новый уровень, они стали умнее и приобрели новые навыки. Также добавлены персональные убежища для игроков, где можно восстанавливаться и создавать расходные предметы. Заинтересованы? Тогда переходите по ссылке в описании, скачивайте Сталкрафт Икс, вводите промокод IGMSCX2024 и забирайте приветственный бонус для получения наград. Удачи в зоне, а мы продолжаем. Сближение происходило постепенно. Увидев потенциал, издательство быстро дало Дэдпулу свою личную серию. Называлась она, интересно, «Грехи прошлого». Выпускалась в том же 1994-м и имела в себе момент, где Росомах и Дэдпул бились друг с другом. Вот так неожиданность. В комиксе персонажи прям-таки демонстрируют свою враждебность и взаимное презрение. Однако такая свистопляска продлилась недолго. В 2002 году в серии «Вулверин» в выпусках номер 167 и 168 наемника посылают убить Логана, но на удивление это приводит не просто к очередному марчу, а битве, где уже прослеживаются фирменные шутки персонажей наряду с подколами. В то же время оказывается, что ребята вдвоем были частью команды «Сила Икс», куда попадали мутанты из программы «Оружие Икс». Дело в том, что Логан – типичный герой с амнезией. Собирая по кускам свое прошлое, он с удивлением для самого себя обнаруживает новые-новые страницы своей жизни. В начале 2000-х оказывается, что одной из таких страниц и были приключения внутри «Силы Икс», где он очень даже неплохо крифанил с Дэдпулом, тем самым наемником, который докучал ему последние годы. В комиксе «Кейбл энд Дэдпул номер 8» от 2004 года Уилсон и Логан тоже работают вместе, очень хорошо показывая свои способности к сотрудничеству. А уже спустя три года в профильной серии «Росомахи Ориджинс» номера от 21 до 25 полностью посвящены его связи с Дэдпулом. Тут мутанты опять конфликтуют. Но выглядит это не заезжено, а довольно интересно. Через противостояние сценаристы показывают, что эти двое на самом деле не такие разные, да и вообще очень хорошо понимают друг друга. Ещё лучше это показано в серии, посвящённой целиком группе «Сила Икс». Да-да, серую расцветку своим нарядам ребят придают только в 2010 году. Серия очень кайфовая и наполнена кучей страниц, где Логан и Уэйд работают сообща. Тандем так зашёл и читателям, и сценаристам, что количество печатных изданий с ним в последующие годы кратно возросло. Вот вам приключения в Северной Корее, где эти двое внезапно принимают в свою компанию Капитан Америку. Или вот монстр Пулверин, сросшиеся Логан и Уэйд, которые просто хотели восстановить членство наёмника в рядах группы «Сила Икс». Они обнаруживают, что тренировочный полигон стал несколько труднее, и когда их разрезает на части очередная ловушка, парни просто собираются в одного большого мясного мутанта. Ну куда тут ещё ближе? Что это, если не любовь? Притом, это уже наши дни в комиксах, а ведь на фоне развивались отношения героев на экране. Когда вы услышали «Ориджинс», то наверняка поняли, к чему всё ведёт. К 2009 году и одноимённому фильму про Росомаху, где партию болтливого наёмника сыграл Райан Рейнольдс. Конечно, его образ получился очень-неочень, но сам Кинч был неплохой. Хотя нам стоит его благодарить лишь за одну вещь – видеоигру по мотивам. О ней мы уже рассказывали, так что тут затронем основные элементы. Убойный экшен с невероятной для того времени системой регенерации, расчленёнкой, да и графикой в целом. Мимика Хью Джекмана в тайтле передана отлично. По сей день глаз нарадоваться не может, а порядком расширенный и углублённый сюжет затыкает за пазуху киноадаптацию комиксной арки. Короче, мастхэв, где также имеется сцена битвы с Дэдпулом. Вот только тут авторам воссоздавать мимику Райана Рейнольдса не пришлось. Герой дефолтный и сам на себя почти не похож, собственно, как и в фильме. То есть приколы взаимодействия персов не раскрыты. А жаль. Вместе с тем, более-менее суть этой не то ненависти, не то любви раскрывает другой тайтл – Дэдпул 2013 года. Ого, и снова у нас тут проект, который заслуживает своего отдельного ролика, ведь чем дальше от него мы отходим, тем больше понимаем, насколько он был недооценён. Одновременно с этим здесь об игре мы скажем лишь пару слов. Росомаха в игре является незаменимым элементом нарратива. Понимаю, смешно слышать о каком-то там сторителлинге в контексте игры про болтливого наёмника, ведь в первую очередь это незамысловатый экшен с постоянно меняющимся ритмом геймплея, здоровской боевой системой и забавными мета-комментариями главного героя. Однако именно из-за этих мета-комментариев игру и нельзя представить без Логана, ведь сам Дэдпул своим отношением к мутанту в жёлтом трико показывает, что он без Росомахи почти никто. А теперь интересное. Подобное отношение обыгрывается где бы наёмник ни был, хотя по факту это не совсем так. Плюс-минус в том же 2009 году Дэдпул обжился чуть ли не лучшими своими сериями комиксов, тем самым мощно подстегнув интерес к своей персоне. Секретное вторжение или «Мартышкин труд», где он работает вместе с Паучком, сейчас являются классикой, где не только персонаж ярко заявляет о себе, демонстрируя специфическое чувство юмора и характер, но также приоткрывает травмы своей природы. Они, травмы были, полноценно освещены уже в следующем 2010 году серией «Война Уэйда Уилсона», где читатель узнаёт, откуда взялся персонаж под ником Дэдпул. Кто он такой и что там с его нелёгкой судьбой? Момент его встречи с отцом так и вовсе способен пробрать до мурашек. Дэдпул в те годы получал тот бэкграунд, который был у Росомахи ещё с тех пор, когда над его визуалом работал Фрэнк Миллер. Было это, между прочим, в начале 80-х. Тогда Логан заработал свою знаменитую айдентику, на которой тянет до сих пор. Дэдпул приобрёл её где-то в тот же момент, когда вышел фильм «Росомаха. Начало». И только после этого превратился в по-настоящему самостоятельную единицу, на которую начали потихоньку облизываться продюсеры. Где-то здесь, как я и говорил раньше, происходит перелом. Из противников ребята превращаются в союзников, которые уважают друг друга, но не без подъёбов. Особенно в этом отличился Росомаха. Хорошо взаимодействие героев показано не только в комиксах, но и в мультфильме «Халк против» 2009 года. Плюс в игре про наёмника супергерой в жёлтом латексе тоже очень часто подкалывает центрального персонажа. Сделано это без злобы, скорее так, как старший брат общается с младшим. И тут есть интересное пересечение с реальной историей. Не знаю, связано это или нет, но особенно интересно смотреть на то, как карьера комиксного Дэдпула пошла вверх именно тогда, когда Дэдпул экранной в жизни сошёлся с экранным Росомахой. Дело ведь было как. Райан Рейнольдс горел идеей сыграть наёмника ещё с начала 2000-х. Когда пришёл момент съёмок фильма по серии «Ориджинс», он был женат на Скарлетт Йоханссон, а та была хорошей знакомой Джекмана. Она же и предложила своего мужа на роль. И тут есть интересная деталь. Хью Джекман, который к тому моменту уже закрепился в партии Росомахи, сначала недолюбливал Рейнольдса, так как думал, что он разобьёт сердце Скарлетт Йоханссон, как сделал это ранее Джаред Лето. В свою очередь Скарлетт и Хью были хорошими друзьями, успевшими поработать над престижем. Джекман относился к девушке как к младшей сестре. И потому её романы с актёрами постарше переживал с горечью. Вот и тут он ожидал худшего. Однако внезапно в комиксном мире персонажи Джекмана и Рейнольдса, сами того не замечая, как и герои на экране, начали находить много общих черт. Травмы, события, пережитые эмоции, ценности и так далее. В игре про Росомаху это выражено слабо, тогда как в тайтле про Дэдпула детали взаимоотношений показаны лучше, чувствует только иконический момент, где наёмник пытается разбудить Логана пощёчинами. Гениальная сцена. С другой стороны, в этом же проекте сам наёмник за рамки своего сценического образа не уходит. Отсюда лично я, автор, очень рад, что есть фильм 16-го года. Да, он был очень бюджетным по меркам супергероики, был очень экспериментальным и кровавым, можно сказать, похабным. Но в нём тоже фигура Логана, а точнее Хью Джекмана, имеет значительную роль, о чём главный герой очень часто упоминает. Чьи яичишки пришлось потеребить, чтобы выбить себе сольный проект? А вот и не скажу. Но ими у него рифмуется с Растамаха. Однако это очень оригиновый фильм. Тут качественно показан путь становления героя, показаны его травмы и переживания. В конце концов, дана простая, но понятная и чёткая мотивация. А сверху всё приправлено с забойным, хоть и тупым юмором, как раз в стиле персонажа. А по шарам... Ау, бедная твоя жёнушка. Киношка показала потрясающие результаты в прокате и дала возможность выпустить Логана 17-го года, на котором карьера Джекмана, как Рассамахи, остановилась. Благо, не навсегда. А потом лохматы ещё выше взял и выпилился. Ну, не гандон, да? Сейчас мы стоим на пороге событий, когда двух этих героев сведут вместе, дав волю всей той химии, которая уже давно переполняет страницы печатных изданий, по трейлерам понятно, что нас ждёт короткий ориджин отношений персонажей. Я так вообще ожидаю вольную экранизацию Дэдпул vs. Old Man Logan комиксного сюжета 17-го года, где герои сперва оказываются по разные стороны баррикад, но потом вынуждены работать вместе, чтобы защитить молодую мутантку. Или сюжет Дэдпул Ассасин 2018 года. В том комиксе болтливому наёмнику также внезапно понадобилась помощь сварливого Логана. В трейлерах мы как раз что-то такое наблюдали. Но эти люди для меня – весь мой мир. Я не могу сам спасти этот мир. А вот ты, ты точно сможешь. Исходя из комиксов, можно понять, что этих двоих связывают долгие отношения. Они могут конфликтовать, но в целом их судьбы так переплетены и характеры настолько различны, что друзьями они будут очень хорошими. Да, собственно, они такими и являются. Ведь не зря же говорят, что противоположности притягиваются. В бою эта парочка координируется отлично. И хоть время от времени они могут намять друг другу бока, но только тогда, когда Дэдпул чересчур шизит. Или Росомах очень сильно не в духе. В целом, они прям с завидной регулярностью появляются вместе на каком-либо из дел. Притом даже вне команды Сила Икс, где эти двое вовсе были самым ярким тандемом. То есть это два разных по характеру, но одинаковых по сути человека с тяжёлой судьбой. Терять родных и близких вместе с тем, не имея возможности уйти самому. Что ж, это тяжело. Тут ты или превращаешься в безэмоциональную машину для убийств, или сходишь с ума. Наши герои – две грани одной дороги личностного роста. Оттого неудивительно, что в итоге они сошлись, как бы ни были велики их различия. Их основа, фундамент – один и тот же. Мне кажется, Росомахе давно не хватало Дэдпула. С ним Логан сумеет раскрыться неочевидным образом. В конце концов, будучи частью комиксов Марвел, эти персонажи удивительным образом отражают сложность и глубину этой вселенной. Они показывают, что даже враги могут найти общий язык в нужный момент, а после и вовсе понять, что не такие уж мы и разные. Конечно, Логан будет, как всегда, недоволен, Уилсон будет, как всегда, весел. Но ведь в этом и суть. Это как вы со своим братишкой или сестричкой, фиг знает, называют ли девушки так друг друга. Вы бесконечно шутите друг над другом, обзываете разными словами, беситесь и одновременно с этим понимаете, что любого порвете за этого дебила или за эту дебилку. Здоровская история вражды, что переросла в дружбу, ведь иначе и не могло быть. Фундамент этих отношений очень четко говорит, что персонажи найдут общий язык. Достаточно им только друг с другом поговорить. А как вы думаете, в чем суть этих взаимоотношений? Ждете ли вы Дэдпула в новой игре про Росомаху? Или давно забили на то, что может выйти из-под крыла Сони? Что ждете в таком случае от фильма? Рассказывайте, как вам ролик. Не забывайте о наших соцсетях. Твич, Дискорд, ТикТок и ВК. Плюсом заходите на наш Бусти и подписывайтесь на канал в Телеге. Это очень важно. Покупайте игры в нашей лавке, и это... Не болейте. «Дэдпула» 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 «О Strawкинка»,